Рязанские археологи обнаружили на Введенском роскопе фрагмент уникального клейма на донце глиняного кувшина. Вообще интерес к клеймам не угасает больше 150 лет. Однако исследователи до конца не выяснили, для чего гончары ставили клейма на донце горшков. Одни считают, что это был знак мастер, которому он отличал свою посуду, другие заявляют, что это был знак собственника. Большинство склоняется к тому, что это знаки, которые имеют какое-то символическое значение. И вообще очень много клейм, которые обозначают солярные знаки. Это круг, крест, круги, свастика, звезда и так далее. Это как бы символы солнца. Но есть клеймы очень интересные и обычные. В данном случае сегодня нам очень повезло, потому что такого, как бы сейчас пока сказать, замысловатого клейма, которым содержится смысл, нам даже пока не совсем понятный, такого у нас еще не было. В Переславле это первое клеймо, да и то, что я смотрел, аналогии по другим городам, таким нет. Поэтому я сказал, что это как бы уникальное клеймо. И по датировке, предположительно, это клеймо было изготовлено в 15 веке. Сезон на Веденском раскопе только начался. Археологи работают здесь пока около недели. И, пожалуй, впервые они столкнулись с необычной проблемой. Раскоп оказался влажным. Вероятно, археологи достигли подземных вод. Им приходится копать траншеи, канавы, отводить воду для того, чтобы можно было работать. Несмотря на то, что это несколько тормозит процесс, уже появились первые находки. Сейчас мы занимаемся разборкой слоя. Мы ищем в земле какие-то археологические артефакты. В первый день мы нашли наконечник стрелы. Это была очень неожиданная находка. К сожалению, мы не смогли датировать предмет, поскольку на нем не было ни орнамента, ни каких-то определяющих деталей. Но сегодня мы нашли стеклянный браслет. Это тоже была очень интересная находка. Но не целый браслет, лишь фрагмент. Он датируется 14 веком. Это мы поняли по орнаменту. Это все очень интересно. Я как ученица исторической специальности, мне это очень интересно. Если сравнивать этот раскоп, например, с житым, который располагался в центре Кремля, то здесь на Введенском находки менее престижные. Тут селилось простое население. Это были окраины Переславля-Рязанского. Из находок здесь встречаются фрагменты кожаной обуви, детские игрушки, лодочки из коры. Железные предметы поискованы пока очень слабо. Это нож, наконечник стрелы. Тем не менее и железные предметы у нас есть. И пошли, правда, в очень небольшом количестве стеклянные браслеты. Массовое украшение русских женщин. Правда, оно было характерно для более раннего века. Сейчас мы исследуем слои конца 15 века. А стеклянные браслеты выходят из моды в 14 веке. То есть они попали в наши слои случайно. Или из-за каких-то перекопов слоя в древности. Археологи надеются найти на Веденском роскопе постройки. Они помогут исследователям понять, как жили люди в Переславле-Рязанском в конце 15 века. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».